Возвращаемся к операции наших воздушно-космических сил в Сирии. Чуть более часа назад генеральный штаб представил сводную информацию об уроне, который нанесен террористам в течение октября. Все самое важное у Григория Емельянова. Итоги, которые подводят Минобороны, промежуточные. Один месяц боевой работы наших летчиков в Сирии. Понятно, что до полной победы еще далеко, и интенсивность вылетов российской авиации не спадает. Это хорошо видно на представленной министерством диаграмме, где красная линия, количество вылетов, синие, пораженные объекты. Так вот, если суммировать то, что уже сделано, получится внушительный посложной список. Всего за месяц наши самолеты совершили 1391 боевой вылет, уничтожив при этом 1623 объекта террористов. В это число входят 249 различных пунктов управления и узлов связи, 51 лагерь для подготовки террористов, 35 заводов и мастерских, где террористы начиняли взрывчатые вещества в адские машины, 131 склад боеприпасов и топлива, а также 371 опорный пункт и укрепленный узел, 786 полевых лагерей и различных баз. Выведены из строя основные пункты управления и узлы связи, уничтожены наиболее крупные базы снабжения боевиков оружием, топливом, боеприпасами, разрушена инфраструктура, которая использовалась для подготовки новых террористов, нарушена устойчивость управления банкформированием. Это способствовало уничтожению 28 наиболее одиозных банкглаварей. Так только в провинции Идлиф, урочище Эльгаб, за последние двое суток было уничтожено 4 таких руководителей. Самое главное, чего добились наши летчики, в результате их действий террористические группировки ИГИЛ и Джабхатан-Нусра, напомним, в нашей стране они запрещены, утратили инициативу и были вынуждены перейти к обороне. Неся большие потери, террористы пытаются пополнить свои банкформирования новыми боевиками. Однако уровень подготовки этих резервов и их морально-психологическое состояние крайне низкий. Для получения политической поддержки и финансовой помощи из-за рубежа, руководство ряда банкформирований, которые входили в террористическую группировку Джабхатан-Нусра, приняло решение об отказе от своей символики и перехода под знамена Харакят-Охран-Аш-Шам, которая отнесена западом к умеренной оппозиции. Кроме того, в провинции Хама в условиях наступления сирийской армии полевые командиры банк-групп Джабхатан-Нусра приняли решение об объединении с ИГИЛ. А сирийская армия воспрянула духом. Она наступает уже три недели. За это время освобождено более полусотни крупных населенных пунктов. На этих картах Минобороны видно, как развиваются события в эпицентре боевых действий. Под Дамаском и в районе Хомса. Закрашенная территория та, что уверенно контролирует сирийская армия. Направление еще одного удара район Алеппо. Сложность заключается в том, что вести бои приходится в населенных пунктах. По ним российская авиация ударов не наносит, чтобы не подвергать риску мирное население. С той же целью, кстати, сирийцам приходится порой исключать артиллерию. Тем больше возмущения вызывают информационные вбросы о том, что удары нашей авиации якобы неизбирательные. Несмотря на то, что генеральный штаб максимально оперативно и полно информирует общественность о действиях российской авиации в Сирийской Арабской Республике, в западных СМИ практически ежедневно появляются новые фальшивки в наш адрес, где звучат обвинения о неизбирательности нанесения ударов. Договорились уже до того, что якобы количество разрушенных нами и нашими авиаударами больниц, мечетей, жилых домов и памятников культуры превышает количество ударов, нанесенных российской авиацией по террористам в целом. Причем какие бы то ни было достоверные доказательства или факты, подтверждающие эти так называемые вбросы, традиционно отсутствуют. Я в который раз обращаюсь к нашим западным партнерам. Мы знаем, сколько в каждый момент времени космических аппаратов и разведных самолетов наблюдает за действиями ВВС России в Сирии. Поэтому, если военные ведомства стран НАТО и других государств желают нас в чем-то обвинить, они имеют все возможности предоставить конкретные факты и документы, как это делаем мы. Показали и пример такого вброса. Газетная утка, появившаяся на Западе. Якобы русские самолеты разрушили мечеть в Джисрэш-Шугуре. А вот данные объективного контроля, вот 29 октября. На этом снимке мечеть и ее изображение укрупненного в резе справа внизу кадра оказывается цела. Но несмотря на развернутую на Западе информационную кампанию, Россия остается открытой к сотрудничеству со всеми, кто заинтересован в реальной борьбе с терроризмом. В том числе готовы изучать разведданные о местонахождении боевиков, если такие будут предоставлены. Чтобы исключить возможность инцидентов с самолетами Западной коалиции, налажено взаимодействие с американской стороной. По два раза в день, а то и чаще, военные двух стран выходят на прямой контакт. Григорий Емельянов, Светлана Трофимова, Первый канал.